Беседа 41. Матфея 12.25 Но Иисус, зная помышлений, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Парисеи прежде обвиняли Иисуса в том, что он изгоняет бесов силы Вильзевула, но он тогда не обличал их, чтобы дать им время еще из больших чудес познать его силу и из учения его величия. Но так как они не переставали говорить о нем тоже, то он, наконец, обличает их и, во-первых, доказывает свою божественность тем, что открывает их тайное помышление, а во-вторых, тем, что легко изгоняет бесов. И как не бесстыдно было их обвинение, а зависть, как я сказал, не заботится о том, что сказать, только бы сказать что-нибудь, Христос все же не пренебрегает им, но защищается со свойственной ему кротостью, научая нас поступать кротко с врагами, и хотя бы они обвиняли нас в том, в чем мы по собственному сознанию не виновны, хотя бы их обвинения не имели никакого основания не смущаться и не терять спокойствие духа, но со всяким долготерпением защищать себя перед ними. Так поступил спаситель с фарисеями, яснейшим образом показывая, что они говорят ложь. Имеющему беса не свойственно было показывать столь великую кротость и знать тайное помышление. Фарисея, в частности, потому что их мнение было слишком бесстыдно, а в частности, по опасению народа, не смели обнаружить своих обвинений, держали их в уме. Но спаситель, желая показать им, что он знает и самые мысли их, не упоминает о том, в чем они обвиняли его, и не обнаруживает их злобы, но опровергает их возражения, предоставляя собственной их совести уличить их во лжи. У него было только одно попечение – доставлять пользу согрешающим, а не обнаруживать их согрешений. Если бы он захотел продолжать свою защиту и посрамить фарисеев, и потом подвергнуть их жесточайшему наказанию, он весьма легко мог бы сделать это. Но спаситель, оставив все это, старался только о том, чтобы истребить в них любовь к прениям, научить кротости и через то сделать способней к исправлению. Как же он защищается перед ними? Он не приводит им слов писаний, потому что они не внимали писанию и извратили бы его смысл, но употребляет общее доказательство, ибо всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, говорит он, и дом, восставший сам на себя, разрушится, если разделится, поистине, не столько гибельны внешние войны, сколько внутренние. То же бывает в обществах, то же и во всех делах. Но спаситель берет пример с того, что известнее. Что на земле сильнее царства? Нет ничего. Но и оно погибает от возмущений. Если же кто признает, что и царство, разделившись при всем своем велике, сокрушается, то что скажет он о городе и доме? Будет ли что мало или велико? Если оно восстанет само против себя, то погибает. Итак, если я имею в себе беса, посредством его изгоняя других бесов, то значит между бесами несогласие и расприя. И они восстают один на другого. Если же они восстают друг на друга, то их сила погибла и рушилась. Если, говорит спаситель, сатана изгоняет сатану, он не сказал бесов, показывая, что между ними находится великое согласие, то он восстал сам на себя, разделился. Если же он разделился, то лишился силы и погиб. А если погиб, то как может изгнать другого? Видишь ли, как смешно их обвинение, как оно безрассудно, какое в нем противоречие. Один и тот же человек не может сказать, что он и силен, и изгоняет бесов. И при том силен от того, от чего бы ему должно было потерять силу. Вот первое опровержение. Второе, следующее за ним, касалось учеников. Спасителя, опровергая противящихся ему фарисеев, всегда приводит не одно, но два и три доказательства, желая совершенно обуздать их бесстыдство. Так поступил он и в споре о субботе, указывая на Давида, на священников, на свидетельство Писания, милости хочу, а не жертвы, и на причину усыновления субботы. Суббота ради человека, говорит он. Так поступает и здесь. После первого опровержения он приводит другое, яснейшее. Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. 437. Смотри, с какой кротостью здесь он говорит им. Он не сказал ученики мои или апостол, но сыновья ваши, чтобы если фарисеи захотят мыслить столь же благородно, как его ученики, подать им к тому случай. А если они пребудут в прежней неблагодарности и не оставят свое бесстыдство, лишите всякого оправдания. Смысл же слов его следующий. Апостолы чьей силой изгоняет бесов? Апостолы уже изгоняли бесов, получив на ту власть от спасителя. Но фарисеи не обвиняли их. Они вооружались не против дел, но против лица. Поэтому Христос желает показать, что одна зависть причина их обвинения указывает и на апостолов. Если я, как вы говорите, изгоняя бесов силой Вильзевула, то тем более они, как получившие на то власть от меня. Однако же вы ничего подобного об них не говорите. Почему же вы меня, даровавшего им такую власть, обвиняете, а их освобождаете от обвинений? Впрочем, это не избавит вас от наказания, но подвергнет даже еще большему. Потому-то спаситель и присоокупил, посему они будут вам судьями. Если ученики мои, будучи одного с вами рода и получив одинаковое образование, веруют в меня и повинуются мне, то очевидно, что они осудят тех, которые делают это и говорят противное. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Небесное, Царствие Божие. Что значит Царствие? Мое пришествие. Смотри, как он опять привлекает их к себе, врачует и старается привести к познанию себя и показывает им, что они вооружаются против собственных благ и восстают против своего спасения. Вам, говорит, он должно было радоваться и ликовать, что я пришел даровать те великие и неизреченные блага, о которых древле возвещали пророки, и что настало время вашего благоденствия. А вы поступаете напротив и не только не принимаете благ, но еще и клевещите и выдумываете ложное обвинение того, кто предлагает вам их. И Матфей говорит так. А Лука говорит, если я Духом Божиим изгоняю бесов, то значит Царствие Божие уже достигло, и Перс Божий делает это, показывая этим, что изгнание бесов есть дело высочайшей силы и особенной благодати. Из этих слов можно было сделать такое заключение. Если это справедливо, то значит Сын Божий пришел. Но Христос не говорит этого прямо, чтобы не возбудить их ненависти. Он только намекает на это словами, что достигло до вас Царствие Божие. Какая мудрость! За что фарисеи обвиняли спасители, тем Он ясно доказал им свое пришествие. Далее, чтобы привлечь их к себе, Он не сказал просто достигло Царствие, но прибавил вас, как бы так говорил Он, настало время вашего блаженства. Итак, что же вы не радуетесь своим благам? Для чего вооружаетесь против своего спасения? Вот теперь настало время, о котором древле предсказывали пророки. Вот признак проповеданного ими пришествия. Бесы изгоняются силой божественной. Что они изгоняются, это вы сами знаете. А что изгоняется силой божественной, это свидетельствует дела. Сатана не может ныне быть сильным. Он по необходимости сделался слабым. Но слабый не может подобно сильному изгонять сильного беса. Так говорил спаситель для того, чтобы показать силу, происходящую от любви, а бессилие от несогласия и раздора. Потому-то он беспрестанно, всюду побуждает и учеников своих к любви. И особенно еще потому, что дьявол стячески старается истребить ее. После второго опровержения он приводит и третье, говоря, или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитить дом его. Что сатана не может изгонять сатану, это ясно из предыдущего. А что иначе и невозможно изгнать сатану, как победивший его наперед. И с этим все согласны. Что же означает слова Христа? Ничего более, как только усиливает то, что он сказал прежде. Я не только не хочу иметь сообщником дьявола, как бы так говорит он, но даже веду с ним брань и связываю его. Доказательством служит то, что я расхитил сосуды его. Заметь, как Христос опровергает клевету, которую фарисеи старались возвести на него. Они хотели доказать, что он не своей властью изгоняет бесов, а он напротив доказывает, что не только бесов, но самого их начальника прежде всего он связал по своей власти и победил его собственной своей силою. Это подтверждается самым делом. Если дьявол есть начальник, а бесы его подчиненные, то как можно пленить этих последних, когда он сам не будет повержен и покорен? В этих словах, мне кажется, можно усматривать еще и пророчество. Не только бесы сосуды дьявола, но и люди, творящие его дела. И так очевидно, здесь говорится не только о том, что он изгоняет бесов, но и о том, что он рассеет весь мрак заблуждения во вселенной, разрушит все козни дьявольские и сделает их недействительными. Он не сказал похитит, но расхитит, показывая тем, что у него есть власть на это. 439. Христос называется тому сильным не потому, что он таков по природе, нет, но указывая на его прежнюю большую власть, какую он имел над ними по нашей беспечности. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Вот и четвертое опровержение. Какое мое намерение, говорит Христос, привести людей к Богу, научить их добродетели, возвестить им царствие. А чего хотят дьяволы, бесы? Противного этому. Итак, каким образом тот, кто не собирается со мной, и кто не за меня, будет помогать мне? И что я говорю помогать? Напротив, он еще старается расточать мое. Как же поэтому не только не помогающий мне, но еще расточающий мое может иметь со мной такое согласие, чтобы стал со мной вместе изгонять бесов? Это говорил он, кажется, не о дьяволе только, но и о самом себе, так как он сам противодействует дьяволу и расточает ему принадлежащее. Почему же он говорит, кто не со мной тот против меня? Потому что он не собирает вместе с ним. Если же это справедливо, то таков именно должен быть тот, кто против него, если не действующий Христу называется врагом, то тем более враг тот, кто вооружается на него. Все же это говорит он для того, чтобы показать великую и непримиримую вражду свою с дьяволом. Скажи мне, не против ли тебя тот, кто не хочет помогать, кто когда тебе нужно воевать с кем нибудь? Если же говорит он в другом месте, кто не против вас, тот за вас, то это не противоречит сказанному здесь. Здесь он указал, кто их противник, а там показывает, кто их соучастник, потому что сказано, именем твоим изгоняет бесов. Мне кажется, что здесь Христос намекает и на иудеев, поставляя их вместе с дьяволом, и они были против него, и расточали то, что он собирал. А что он здесь намекает и на них, это доказывается следующими словами Спасителя. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Таким образом, уничтоживши клевету их, решивши их возражения и показавши их безрассудные упорства, он напоследок устрашает их, поскольку в деле совета и исправления немаловажны то, чтобы не только отвечать на все вопросы и убеждать, но и угрожать, что часто и делает тот, кто дает законы и советы. Хотя слова Иисуса Христа и кажутся очень неясными, но если вникнем, то легко поймем их. Итак, сначала внимательно выслушаем эти слова. «Всякий грех и хула, говорит он, простятся человеком, а хула на духа святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Что же значит эти слова? Вы много мне говорили, что я обманщик, что я противник Божий, и я вам это прощу и не потребую вашего наказания, если вы раскаетесь. Но хула на Духа не отпустится и кающимся. Как же это? Ведь и эта вина была отпущена раскаившимся. Многие из тех, которые изрыгали хулы на Духа впоследствии уверовали, и все им было отпущено. Что же значит эти слова? То, что грех против Духа Святого преимущественно непростителен. Почему же? Потому что Христа не знали, кто он был, а Духи получили уже достаточное познание. Так, что не говорили пророки, что не говорили, говорили по внушению Духа. И в Ветхом Завете все имели о нем очень ясное понятие. Итак, слова Христа имеют такое значение. Пусть вы соблазняетесь мною по плоти, в которой я облегся, но можете ли вы сказать и о Духе, что его не знаем? Потому то хула вашей будет непростительно и здесь и там понесете за нее наказание. Многие, хотя здесь только были наказаны, как, например, блудник, недостойно приобщившийся тайным у коринчин, но вы здесь и там. «Итак, я вам отпускаю все то, что вы чем меня злословили прежде креста, даже и то, что вы хотите распять меня на кресте, и самое неверие ваше не будет постановлено вам вину. Вера оши прежде креста не имели полной веры, потому что он везде и запрещает объявлять о себе кому-либо прежде страдания, и на самом кресте молился, чтобы отпущен был иудеям грех их. Но что вы говорили о духе, то не будет прощено вам. А что Христос указывает на хулу, которые говорили против него иудеи, прежде креста, то это видно из следующего. Кто скажет слово на Сына Человеческого, отпустится ему. А кто скажет на Духа Святого, не отпустится. Почему? Потому что Дух Святой вам известен. очередную истину. Если уже вы говорите, что меня не знаете, то несомненно знаете, что изгонять бесов и совершать исцеление есть дело Духа Святого. И так не меня только поносите, но и Духа Святого. Потому и наказание ваше как здесь, так и там не избежно. Одни наказываются и здесь, и там, другие только здесь, иные только там, а иные не здесь, и там, как например эти самые хулители Духа Святого, они и здесь понесли наказание, когда подвержены были ужасным бедствием по взятию их города, и там понесут жесточайшее, как жители Содома и многие другие. Там только, как например палимый пламенем богач, не имевший даже одной капли воды, здесь, как например блудник Коринский, не здесь, не там, как апостолы, как были не следствием наказания, а подвигами и борьбою. 441 Итак, постараемся иметь одинаковую с ними участь, если же не с ними, то по крайней мере с теми, которые здесь очистились от грехов. Поистине страшен тот суд, неизбежен наказание, нестерпим и мучение. Если же ты и здесь не хочешь понес наказание, то сам себя осуждай и требуй сам у себя отчета. Послушай, что говорит Павел, если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Если будешь поступать так, постепенно простираясь на пути к совершенству, то достигнешь и венца. Но спросишь, как требовать от самого себя отчета? Восплачь, востинай горько, смиряй, изнуряй себя, и вспоминай о каждом твоем прегрешении. Это немалое мучение для души. Кто испытал сердечные сокрушения, тот знает, что душа больше всего этим мучится. Кто вспоминал о грехах своих, тот знает скорбь, происходящую отсюда. Вот почему и Бог за такое раскаяние в награду полагает оправдание, говоря, скажи мне прежде грехи твои, чтобы оправдаться. Немалым, истинно немалым средством к исправлению, служит то, чтобы, сознавшись все грехи свои, непрестанно представлять и размышлять о них. Кто это делает, тот с такой придет сокрушение, что признает себя недостойным и жить, а кто так рассуждает, тот будет мягче всякого воска. и не только осуждая себя за блуд, прелюбодеяние и другие грехи, которые весьма признаются затяжкие, но собери в уме своем и тайные наветы, клеветы, злословие, тщеславие, зависть и все тому подобное. И эти пороки немалое понесут наказание. И эти пороки, и клеветник вербится в гиенну, и упивающийся вином не будет иметь места в царстве небесном, и нелюбящий ближнего, так оскорбляет Бога, что и мученичеством своим ним бывает угоден ему. И тот, кто не родит одомашних своих, отвергся веры, и тот, кто бедных презирает в огонь ввергается. Итак, не считайте пороки маловажными, но все собери в уме своем и напиши их, как в книге. Если ты напишешь, то Бог сотрет их. Если же ты не напишешь, то Бог впишет их и потребует твоего наказания. Лучше же нам самим вписать их и видеть изглаженными Богом, нежели забывая о них, заставлять самого Бога представить их перед глаза наши в день судный. Итак, чтобы этого не случилось, внимательно все разберем, и мы найдем тогда, что во многом виновны. Кто, например, чист от любостяжания, не указывай мне на то, что ты не слишком был любостяжателен, и за малое понесешь то же самое наказание, помышляй об этом и раскаивайся. Кто не оскорбляет другого, а это ввергает в гиенну. Кто тайно не засловил ближнего, а это лишает царствия. Кто не надмивался, а это более всех не чист. Кто не смотрел походливыми очами, а этот считается наравне с блудником. Кто без причины не гневался на брата своего, а такой повинен в суду. Кто не клялся, а это от лукавого. Кто не приступал к лятвы, а это более нежели от лукавого. Кто не служил мамоне, а такой отпал от законного служения Христу. Я мог бы исчислить вам много и других пороков, но и этих довольны, чтобы привести к сокрушению не окаменевшего сердцем и не дошедшего еще до бесчувственности. Если каждый из этих преступлений повергает в гигенну, то чего не сделают они, когда совокупятся вместе? Каким же образом скажешь, можно спастись, употребляя против недугов равносильные врачества, милосердия, молитвы, скорбь, раскаяние, смирение, сердце сокрушенное, презрение к земным благам? Бесчисленные пути Бог предложил ко спасению, если только мы захотим быть внимательными. Будем же внимательны, будем всячески стараться об исцелении ран наших, творя милостыню, удерживая гнев к оскорбившим нас, благодаря за все Бога, постясь по силам, молясь с искренним сердцем, приобретая друзей себе богатством неправедным. Таким образом, мы можем получить прощение в грехах наших и удостоиться обещанных благ, чего досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,